Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Губнова и врач-психотерапевт Алексей Изотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Напоминаю нашим телезрителям. У нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, мы рады вашим звонкам. В прошлой программе у нас был звонок, и мы здесь вот с Алексеем пытались ответить за тот короткий промежуток времени на вопрос нашей телезрительницы. Есть что-то добавить? Я вам еще приветственное слово, кажется, не предоставил. Да ну, особо добавить нечего. Едем, как говорится, дальше. Ждем ваших звонков, каких-то историй, может быть, каких-то вопросов, сомнений. У нас, вот я сегодня сейчас сидел перед началом передачи и думал, у нас с вами передача, ну, на мой взгляд, по крайней мере, она в том числе о каких-то, ну, сугубо практических вопросах, каких-то бытовых вещах. Ну, например, вот как звонок в прошлый раз, да, что делать в такой-то ситуации. И мы как-то пытаемся с вами организовать ответ, размышления. Ну, плюс еще наша передача, по крайней мере, мне это интересно, чтобы это не было таким пинг-понгом каким-то, да, вот в некотором смысле вопрос-ответ, да. Наша с вами передача еще о том, как, ну, вообще, в настоящее время специалисты смотрят на процессы, происходящие в психике. Чем это может быть полезно для наших зрителей и людей, которые не занимаются психологией, а тем, что они начинают лучше понимать процессы, происходящие в них. Ну, по крайней мере, лучше понимать на том языке, которым они описываются в текущий момент. Это важное дополнение, потому что психика, психические процессы, они, их описание во многом зависит от языка, которым мы это делаем. И это нужно помнить, что, ну, условно, когда мы говорим о панической атаке, мы говорим, ну, допустим, да, мы говорим о чем-то, о неком комплексе переживаний человеческих, может быть, да, о неком комплексе ощущений, которые мы договорились называть панической атакой. Ну, пройдет 50 лет, может быть, это будет называться как-то по-другому. Или 50 лет назад это называлось как-то по-другому. Это, на мой взгляд, важно понимать, и вот эту некую дистанцию между названием и происходящим держать. И это важно, на мой взгляд, понимать специалисту, что он лечит не панические атаки. Я пришел к вам, вы вылечите мою паническую атаку. И специалист, в общем, занимается и разговаривает с человеком и с тем, что он принес под названием, условным названием паническая атака. Ну, не знаю, да, логоневроз, депрессия, тревога и так далее. Мы все это вроде бы шкалируем, мы все это объективно, ну, в кавычках, опять же, да, можем померить. Депрессия имеет вот такие, как бы объективные характеристики, да, но при этом она еще и субъективно переживается. Ну, это пример. Поэтому, вот, возвращаясь, мы здесь пытаемся говорить о том, чем мы все с вами награждены в плане психики, в плане душевных каких-то переживаний. И как к этому можно подходить, как на это можно смотреть, чтобы, ну, если хотите, медицинским языком скажу, чтобы пореже встречаться со специалистами, там, психологами, психотерапевтами. Не могу не сказать, Алексей, вот пришла мысль в голову и хочу ее озвучить. Обнаружила, что, думая о том, на днях читала различные отзывы пациентов, клиентов, которые посещают вот медицинские центры, в том числе у нас в городе, и специалистов, психологов, психотерапевтов. И частенько в обратной связи люди говорят о том, что врачи в кабинетах очень обвинительные. То есть пришел человек с проблемой, и специалист торопится на первой же встрече ему сказать, да, ну, это вы сами, батенька, виноваты в том, что вы себя довели до такого состояния. И хочу вас поблагодарить, наверное, потому что за три года, что мы делаем эту программу, я ни разу даже намек на этот обвинительный тон, с какими бы вопросами нам ни звонили, от вас я не услышала. Спасибо. Да, спасибо за эту обратную связь, но то, о чем вы говорите, само по себе интересно, как феномен, и если не собирать все это в кучу, конечно, каждые сложные коммуникации, вот вы своим вопросом, по сути, может быть, к теме сегодняшнего, ну, возможного нашего разговора, если не будет звонка, у нас обычно, если есть люди, которые, я знаю, пересматривают на Ютьюбе, да, где-то в соцсетях наши, значит, передачи, то обычно, если в передачу был какой-то вопрос, то она, так, ее название так или иначе связано с этим вопросом. То есть мы все-таки ставим на первое место историю наших зрителей, наших слушателей, вот, и если возвращаться к тому, о чем вы говорите, про обвинительность, мы ведь мы ведь не знаем, по большому счету, что происходило в коммуникации между специалистом и пациентом, или специалистом и клиентом. Ну, конечно, достоверность сложно установить. Не в том смысле, что человек, который обвинитель написал, а вот я пришел, и на меня там, значит, вот наехали, как сейчас говорят, да, или меня обвинили. Не в том смысле, что мы не можем доверять его описанию. В том смысле, что он судит об этой коммуникации из своей перспективы, да, из своей точки зрения. И, конечно, во многом работа специалиста в том, чтобы, не в том, чтобы, столько не в том, чтобы удовлетворить пациента, да, то есть, казалось бы, обвинение возникает там, где человек недоволен, там, где на него, ну, ему что-то вернули, что-то не сделали, вот он недоволен, но обвиняет, да. А человек, специалист обычно, ну, как-то вот, как мы с вами говорили, согласовывает и находит контакты. Там, где контакт обычно есть, какой бы сложный случай ни был, если перед человеком специалист, живой человек, интересующийся и так далее, то количество каких-то таких историй, может быть, откликов сводится к минимуму. Не нивелируется совсем, а сводится к минимуму. И, в общем, я думаю, что если мы рассмотрим нас как большую группу, нас, я имею в виду людей, то когда человек где-то дальше потом в отзывах пишет, а вот я пришел, и мне такое написали, ну, или мне такое сказали, да, он же, по сути, продолжает коммуникацию, да, он, по сути, хочет, осознает или не осознает, он хочет какой-то обратной реакции от людей, поддерживающей эмоционально, да, ну, например, чтобы люди встали на его сторону или разъяснили. Ну, да, подтвердили там, ты прав. Да, и в этом плане, конечно, обычно эта история не заканчивается. Для самого человека он идет, может быть, к другому специалисту, находит какое-то, может быть, понимание. Ну, в общем, это и об этом. То есть, я к чему, какая моя мысль сейчас была? Отзыв, как совершенные действия, я попытался перевести в коммуникативную плоскость. В продолжение коммуникации, да? Люди продолжают общаться, да. Специалисты этот отзыв читают, обычно читают, и что-то про себя думают. Ну, например, он думает там какие-то, продолжает обвинительно, или что-то он несет эту историю на балентовскую группу, да, ну, супервизионную группу специалистов, и говорит, слушайте, я вот, я не вижу, где я был обвинительный, но мне поступил отзыв по моему адресу, по моей фамилии, да, и вот так произошло. Вот коллегам, пожалуйста, моя история. И начинается вот супервизия. Вы сказали, что мои слова как-то подвели к теме, которую вы хотели сегодня предложить. Если брать некий сухой остаток, грубо скажем, как алхимики, да, я шучу в данном случае, ну, психология, по крайней мере, такая предыдущая была связана с алхимией, ну, если только Юнга вспомнить, или чего только стоит вспомнить Юнга. Да, ну, в сухом остатке, по крайней мере, у меня на этой неделе несколько встреч с семейными парами, которые приносят истории, на мой взгляд, опять же, связанные с коммуникацией. Ну, например, то есть, сейчас до примера я еще пару вещей скажу. Вот для меня это, ну, какая-то фундаментальная вещь, какой-то фундаментальный момент, когда приходит, например, семейная пара, или даже если приходит один человек, связать то, что его беспокоит с ним самим, с его личностью, с его историей, или, ну, и, как это называется, проблема во мне, пациент говорит, да, проблема в тебе, ни в ком другом, и, в общем, это достаточно расхожая точка зрения. И она достаточно перспективная, потому что, если во мне проблема, это дает мне карты в руки, я могу решать ее, да. Вторая, не менее перспективная идея, что какие-то вещи, какие-то симптомы, ну, например, значит, назовем это симптомом, симптомом коммуникации, приходит семейная пара, и они рассказывают о такой, несколько пар было, стандартная коммуникация, причем она не увязана к полу какому-то определенному, что тоже интересно. Ну, в данном случае супруга рассказывает о том, что она несколько раз по поводу какому-то обращается к мужу с каким-то вопросом, с одним и тем же. Он не отвечает, он замыкается, он, ну, что-то буркнет в ответ, потом молчит, потом вообще уходит, и она ему говорит, ну, примерно такую фразу, «Мне кажется, ты меня игнорируешь». Вот здесь начинается, на мой взгляд, это я комментарий на полях, на этой фразе начинается вот то самое дело, касающееся коммуникации, касающееся понимания. Как нужно читать эту фразу? Как нужно читать эту фразу мужу, и как эту фразу пишет, ну, что имеет в виду жена? Значит, какую обратную связь я слышу на приеме? Муж говорит, меня эта фраза начинает вымораживать просто, я просто начинаю закипать, потому что я точно знаю, что я ее не игнорирую, ну, мою жену. И его кипение достигает того момента, где он прорывается и начинает что-то эмоционально своей супруге высказывать. И в этот момент на приеме она говорит, когда мой муж кипит, когда он кричит, когда он что-то, он иногда какие-то неприятные вещи говорит, но я с удивлением для себя замечаю, что мне становится спокойней. Я как будто слышу ответы, ну, или часть ответов на свои вопросы. — Вклинюсь, а она знает, что ее эти вопросы про игнорирование или обвинение в игнорировании, ну, он так воспринимает в штыки? Ну, то есть он ей говорил, что мне не нравится, когда ты так мне говоришь. — Мало того, он ей говорит, я тебя не игнорирую, ну, спокойным тоном, да, она говорит, нет, мне все равно кажется, ну, так или иначе, да, она ему задает вопрос. Формально, если мы с вами обсуждаем формально, ответ с его стороны звучал, и он вроде бы должен был долететь до ее ушей. — Это я к тому, что в интернете часто пишут, вот в прямую скажите, и все, и будет вам хорошо. Но вот вы рассказываете историю, где не всегда эта прямота эффективна. — Это одна из, Елена, это одна из, как это сказать, красивых легенд, не целиком, но во многом, что какое-то прямое высказывание может быть таким образом и прочитано, как прямое высказывание. Потому что то, что одному человеку кажется выраженным прямо, ну, например, он говорит, я тебя люблю, его партнер или партнерша совсем непрямым способом слышит эту фразу. Понимать это, мне кажется, это создавать себе не больше проблем, а создавать себе больше возможностей продуктивно в этой коммуникации участвовать. Потому что, когда я это читаю на свой лад, эту фразу, да, и вот возвращаюсь, она ему говорит, ты меня, кажется, игнорируешь. Он прямым образом читает эту фразу. Что значит игнорируешь? То есть ты со мной не общаешься, ты не хочешь иметь ко мне отношения, ты мне не отвечаешь. У него же есть какое-то представление об этом слове, о его значении игнорирования? И там, наверное, скорее всего, вот этот весь спектр, который вы и описываете из его слов. Ну, смотрите, во-первых, возьмем так, это будет без натяжки, что для нас некоторые слова являются как красная тряпка для быка, и в данном случае слово игнорировать для него красная тряпка. Возможно, если бы она выбрала какое-то другое слово, это все разговоры про возможно и про если бы. Вот по каким-то причинам мы поговорили в течение встречи и немножко узнали про эти причины, что, в принципе, это слово для него, ну, такое горячее, да, это как огонь подкрутить. И он начинает закипать. И он ей говорит, я тебя не игнорирую. Ей тоже как-то это нужно услышать. Что значит не игнорирую? Она-то ощущает, что ее запросы к нему остаются без ответа. Или я сейчас историю в историю вложу, ну, чтобы был пример. Ну, да, хорошо. Попробуем удержать всех. Всю эту матреску в голове. Ну, не уходите далеко от телевизора, иначе запутаетесь. Вот. Или муж жену спрашивает, мы сейчас едем на пляж, ну, ты будешь купаться? И она говорит, а, мы едем на пляж туда-то. Она говорит, ну, окей. Слушай, ну, я купаться не буду. Говорит она ему. Ну, казалось бы, прямая, прямым образом выраженное, ну, желание, да, или нежелание. Он ее спрашивает несколько раз. После этого. Говорит, слушай, ну, ты все-таки, наверное, будешь купаться? Спрашивает ее до тех пор, пока она все-таки не кладет с собой купальник, но она, как потом рассказывает, она знает, что она купаться не будет. У нее свои причины на это. Ей не нравится это место, на которое они собрались ехать. Но она говорит, я вполне могу и посидеть. Но история с кипением начинается в тот момент, когда они на машине едут и останавливаются около раздевалки, он ей говорит, иди раздевайся. Ну, то есть, он ее фактически довозит. Ну, то есть, ему кажется, что они согласовали. Он продолжает свои фантазии существовать. Ему хочется, чтобы его фантазия уже стала реальностью. В его фантазии происходят совсем другие вещи. Когда она говорит, я не буду купаться, она говорит немножко о другом. у них, мы потом выясняем, у них была история, где она в какой-то момент не купалась, и там были свои нюансы. Но потом ему казалось, что она обвинительно высказывалась в его адрес, что вот, мол, вы все купались, а я не купалась. И теперь, когда он слышит эту фразу, я не буду купаться, это давит ему на больную мозоль. Он говорит, нет, я этого в следующий раз, я в следующий раз этого не переживу. Я, ну, фактически заставлю тебя купаться, чтобы не повторилась эта история, где ты меня обвиняешь. То есть, история, где она ему скажет, вот, я купалась недовольным тоном, его не пугает? Это, по крайней мере, будет новая история. И хочется избежать предыдущей. Так вот, возвращаясь к матрешке Большей, в которую мы вложили эту историю, значит, когда он взрывается, и она успокаивается, она с удивлением это озвучивает, что я успокаиваюсь, и она говорит, это, наконец, тот момент в нашем общении, где я что-то начинаю понимать. То есть, почему успокаивается? Не потому, что она его вывела из себя. То есть, он ей может сказать, вот, наконец, меня вывела из себя, выбесила просто, да? А для нее это жизненно, в партнерстве в этом, да, в этом взаимодействии, это жизненная необходимость была. И она, вот она говорит, я парадоксальным образом замечаю, что я успокаиваюсь. Но проблема другая. Муж красно-белый, ну, такой, накаленный, да, как металл. А он об этом этапе коммуникации и общения дает такую обратную связь, что в этот момент он не договороспособен. То есть, он ничего содержательно сказать не может. И возникает парадоксальная ситуация. Для нее он содержателен в этот момент, ну, когда он, в общем, исторгает. А сам он дает отчет о самом себе, что он содержателен именно до того, как его вывели из себя. И с ней он может договориться до того, как вывели из себя. И в этом, в каком-то плане, они существуют в такой противофазе. Пока он холодный, в смысле эмоций, он может о чем-то говорить ей. И он говорит, я тебя не игнорирую. Она этого не слышит. Мы предполагаем, что, судя по всему, что в этот момент он не проявляет эмоции по ее адресу. То есть, он говорит это холодным, ну, спокойным тоном. Ну, формализованным, может быть. Спокойным тоном, да. Ей кажется холодным и невовлеченным. Когда появляются эмоции, то, хоть эта история становится более накаленной, она становится эмоциональной, для нее более продуктивной, для него... И вот... Но тут же замкнутый круг, она же бессознательно, наверное, может провоцировать его на такие штуки. Ну, по большому счету, они, как это, работают в противофазе, если можно так сказать. А она, не осознавая, может быть, осознавая, подогревает ситуацию, он постоянно пытается ее охладить своей рациональностью. И он говорит, почему. Мы немножко потом узнаем, потому что ему существовать в эмоциях дается очень сложно. Он говорит, «Я не могу себя контролировать, когда я заполнен эмоциями. Я боюсь, что я нарушу какие-то рамки, какие-то границы, я себя могу не сдержать». То есть, для него своя история в этой коммуникации. Он отодвигает этот момент эмоционирования как можно дальше. А потом, наверное, после прожитых эмоций, он ее действительно начинает игнорировать, ну, потому что у него просто эмоциональный откат. Ваша правда, Елена, есть в словах определенные. И когда супруги это начинают немножко вот таким образом видеть, то им становится поспокойнее. Потому что, смотря на то, хотел сказать, несмотря на то, что им очень важно это взаимодействие, он ее любит и так далее, он начинает ее немножко побаиваться, ну, или сторониться, зная, что она его эмоционально периодически раскачивает. То есть, она угрожает, она не понимает по-другому. Ну, она по-своему сконструирована. Вы можете сказать, я почему сказал разнополой, вы можете сказать, что она функционирует как женщина, а он как мужчина. Ну, я так предполагаю. А вот не очевидно совсем, потому что буквально через два дня приходит пара, где мужчина и женщина в похожей коммуникации существуют ровно обратным способом. когда она удерживает аффект, как мы говорим, да, она его, ну, если хотите, такое есть еще в психологии слово, контейнирует, да, выступает как контейнер, а он вот это все с криками, ссорами, с, значит, соответствующей лексикой. И до тех пор, пока она это все удерживает, это вот в таком перекосе существует. Потом она взрывается, она тоже начинает орать, и он потихоньку успокаивается. И в данном случае это не привязано к полу в большей степени. Наверное, мы можем сказать, что это привязано к привычкам, к каким-то стереотипам, к, ну, конкретных людей, эмоционирующих. Мало того, можно, конечно, поспекулировать, я коротко завершаю, и подумать, что в определенном смысле такие, казалось бы, разные люди, ну, тому нужна эмоциональность, а этому нужна сдержанность. Они нашли друг друга. И это не случайно. Вот эти противоположности нашли друг друга. Те, кто удерживают эмоции, немножко собирают, ну, как бы чужие, да, своего партнера, то есть создают эти границы. Но за счет своего эмоционального партнера тоже получают возможность эвакуировать в какое-то время. Когда супруги начинают это понимать, что они в таком режиме функционируют, ну, им немножко полегче становится. Они знают, чего друг от друга ждать, и, может быть, начинают понимать, о чем хочет другой партнер, когда, ну, немножко все это подогревает, и что нужно сделать, что, может быть, нужно сказать. А подогревать можно самыми прямыми фразами, абсолютно невинными, ну, там, что ты хотела сказать. — Даже мне как-то легче стало, потому что вначале вы этот конфликт описали, и сразу, что же делать этой семейной паре, а потом как-то вот этапами разложили, какими-то словами процессы назвали, и уже как будто бы действительно можно двигаться дальше, что-то делать, или, по крайней мере, обнаруживать эти ловушки, которые сами же партнеры просто расставляют себе. — Ну, ловушки или такие, да, непростые коммуникации. Вот, и вы правы, завершаю. — Все, оттуда. — Прощаемся. — А, все, да, хорошо. — Спасибо за сегодняшнюю беседу. Спасибо вам, уважаемые телезрители, что были с нами. — До свидания. — До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова